МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА This mass suicide adhere to the Mayan calendar, which predicts the end of time to occur on the 21st of December of this year. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты знаешь, я смотрю этот ролик. Ужас берет, понимаешь? Конечно, умом понимаешь, что это кино, просто кино. Но ведь Библия говорит, что будет ужасный конец, ужасный конец, просто кризис. А ты представляешь, как вот тут кризис? И тут выходишь ты с антикризисным пакетом. Вместо какого-нибудь Сильвестра Сталлоне, ты крепкий орешек такой, весь в белом. И ты выходишь, спасаешь мир, у тебя есть идеи, богословские идеи, откровения. Написано в Писании, горе беспечное на сегодня. Горе беспечное на сегодня. А ты хочешь, ты думаешь, кризис был до нас, войны были до нас, будет где-то там очень-очень далеко, а я буду всю жизнь заниматься своим пилигрином. А я сижу просто, а нам все равно. А нам все равно, понимаешь? Нам, христианам, все равно. Ты думаешь, к Демидовичу приеду, покушаем, кофейку попьем, программки сделаем, вот здесь в хорошей студии поговорим о кризисе и все. Готовиться нужно к кризису, понимаешь? Сережа, вот это я и делаю, я укрепляю веру, дух свой, проверяю свои отношения с Богом, пытаюсь обновить свою молитвенную жизнь, исповеди и так далее. Вот моя подготовка к кризису, а вы предлагаете какие-то странные идеи. И все, и больше ничего не надо делать. Ты постоянно в каком-то... Ой, ну вот это, а вот это подготовка. О, у меня есть пару идей. А я слышал там что это. Во все времена, перед тем, как Бог желает наказать землю, суды произвести, Бог находил человека верного ему, да? И он сам, не просто он был верным. Смотри, Ной мог тоже быть просто верным, но Бог говорит, послушай, Ной, я хочу наказать землю, не скрою от тебя, от моего верного человека. Значит, для того, чтобы ты этот кризис пережил, ты должен мне поверить, построить ковчег, взять туда твари по паре. И таким образом Ной пережил. А прислал бы Ной и сказал, нет, я буду тебя, Господи, любить, буду жить, и все. Иосиф, предусмотрен Господом, идет туда, страдает, возвышается. Почему? Потому что у Бога есть план. Как те тощие коровы, когда пожрут полмира или весь мир, как своему народу дать шанс пережить? Я убежден, что сегодня. Проблемочка есть в твоем тезисе. У Бога есть план. Ноев много развелось. Там был один Ной, понимаешь? А у вас Ноев столько, и каждый со своей рецептурой спасения мира. И у меня простой вопрос, а богов сколько? Каждый со своим рецептуром. Один говорит, ковчег построить, другой бункер. И думай, кого слушаться. И каждый говорит, меня Господь открыл. И носится со своими идеями. Далее, друзья. Спасители мира, крепкие орешки. Название нашей программы. С-хата-логия. Или три способа пережить соседа. На самом деле, я абсолютно убежден, что скорби придут. Здесь не вопрос скорбей, кризиса. То есть, это не вопрос, будет или нет. Будет. Все успокойтесь. В этом смысле волноваться надо. Христиан есть. Он точно придет. Другой момент. Как мы к ним относимся? Как мы к нему относимся? Второй момент. Как мы к нему готовимся? Есть учение о создавшем спасении. Сотериология, да? Христос спаситель мира. А вы предлагаете мне какую-то бункеролонию. Я, Геннадий, Геннадий, спасение, инвестициология какая-то. Понимаешь? Послушай. Вы мне предлагаете свои варианты спасения мира. Алло. Масштабчик не тот. Я еще тебе. Не справитесь, молодые люди. Не справитесь. Я тебе еще ничего не предлагал. Масштабчик не тот. Я тебе еще ничего не предлагал. У нас есть эксперты. Мы выбрали шесть экспертов. Надеюсь, что все смогут поучаствовать. И первого эксперта, которого, собственно говоря, из-за которого эта тема возникла, потому что Павел Левушкан, эксперт наш из Риги, такой пост написал, Павел, мы тебя приветствуем, где выразил некую такую озабоченность происходящим, обвинил в какой-то степени капитализм, который наступает. И, собственно говоря, я подумал, эта тема всех волнует. Много было постов. То есть много было комментариев на этот пост. Павел, мы тебя приветствуем в нашей программе. Ты уже частый гость. И вот давай, МОД, с тебя начнем. Ну, о кризисе. Вступительное слово твое. Будет, не будет, когда будет и почему он идет? Для начала. Во-первых, он уже идет давно. То есть говорить, что он будет, это, в принципе, некорректный подход. Он идет, идет уже очень давно. Но, как минимум, с 2008 года, может быть, даже с 2007, как некоторые считают. И он еще только начинается. Это самая неприятная новость, наверное, для тех. Павел, Павел, один маленький вопрос. Согласишься с тем, что кризис идет с третьей главы книги «Бытие»? Или все-таки можно ставить на 2008? Ну, человечество как бы всегда было в кризисе, но оно всегда развивалось по синусоиде. Это то, что я хотел услышать. Подъем-спад, подъем-спад. А вот сейчас наступил один из таких вот моментов, таких точек бифуркации, когда уже обратно не получится вернуться, да? И мы должны меняться. Такие моменты существовали в истории человечества неоднократно. Когда-то мы переходили от рабовладения к феодальному обществу, капитализму. Потом появился какой-то социалистический эксперимент был, который при этом влиял не только на Советские Союзы, сопредельные страны, но и на страны капиталистического мира, заставляя их строить социальное общество всеобщего благоденствия в противовес Советскому Союзу. Ну, а теперь мы пришли к новому такому этапу. Капитализм как способ существования экономики подошел к своему логическому концу. Он себя исчерпал. Ну, и как следствие, мы сейчас находимся в такой стадии перехода. Возможно, это будет переход к какому-то новому совершенно варианту, третий путь какой-то будет. А может быть, мы вернемся к какому-то самым мрачным временам такого феодального фашизма, как предсказывают некоторые политологи и экономисты. Павел, ты боишься кризиса? Ну, как бояться? Бояться можно, я не знаю, человека с ножом. Бояться можно, ну, я не знаю, там, кирпича, который упадет на голову. Ну, как можно бояться смены времен года? Они есть. И вот то, что мы сейчас видим, это просто такая большая смена времен года. От некоего условного лета через дождливую осень к длительной, суровой, тяжелой, холодной зиме. Ну, раз такая аллегория, скажи, что будет весной тогда? То есть я хочу узнать, это последняя зима человечества или будет весна еще на Земле? Я бы искренне хотел верить, что эта зима еще не последняя, во-первых. О, а мне интересно, почему. Да, ну, потому что я вижу, что еще порядка двух миллиардов населения Земли еще не знают Иисуса Христа. И, на мой взгляд, у христиан еще есть очень много, чем заняться в этом мире. Более того, если эта зима продлится долго и сменится не зимой, а полярной ночью, как некоторые предсказывают, то у нас дел будет еще больше. Потому что если будут времена, как вы называете, скорби, ну, это на самом деле все зависит от богословских таких парадигм, да? Некоторые верят во времена скорби, некоторые в них не верят. Это совершенно неважно. Хорошо, давайте используем условный термин «кризис». Так вот, в времена кризиса, его развития, его углубления мы можем свидетельствовать нашему этому падшему миру, миру, который погибает, миру, который страдает об Иисусе Христе. Потому что это время, когда люди, наконец-то, могут задуматься о том, что составляет основа их бытия, и этой основой не являются... Ну, то есть кризис — это хорошо. ...плазменные панели, не являются новые машины и так далее. Да, в какой-то степени это хорошо, потому что это оздоровит наше больное человечество. Кризис переводится «поворот». Я песенку про поворот... Вот новый поворот... Это была кризисная песенка такая, да? Кризис — это переломный момент. И вся история мира... Я специально подчеркнул, с третьей главы книги, первой книги Библии, да, идёт сплошной кризис. Подъёмчик-спад, подъёмчик-спад. На каждом спаде христиане предлагают миллион вариантов спасения и настаивают, что это последний спад. Так вполне может быть. Может быть, он окажется последним. Но бояться мне этого нечего. И, между прочим, на каждом таком спаде христианство, оно, во-первых, обновлялось, это раз. Во-вторых, оно предлагало какие-то новые экономические, социальные и прочие модели существования общества — это два. И, наконец, христиане, благодаря общинности, взаимовыручке и поддержке, переживали эти кризисы немножко легче других людей. Вот, подожди, Павел. Валу, поём вместе, Павел, создаём хор и поём вместе с тобой «Славу Богу за кризис». Понимаешь? Павел, Павел. А потом идём, делаем кооператив, и начинаем строить дома. Да, Павел, да. Они боятся. Они боятся кризиса. Они носятся сегодня, понимаешь? На завтрак перепёлочка с маслечком всё равно. И они, ой, кризис. Ой, кризис. Они живут в этих страхах постоянно. Ты кричишь, я, Павла, не слышу. Слава Богу за кризисы. Прекрасное время, кризис. Паша, смотри. Ну, во-первых, ты сбиваешь всю мою писанину, понимаешь? Ты же там на посте в таком страхе был и в ужасе. Что дальше делать? Как дальше жить? Нет, я был не в страхе. Да-да, ты был в страхе. Ты там чуть ли не проклинал капитализм, который тебя рабом сделал. Ты говорил, что мы рабы, мы рабы. А, да, там и есть. А сегодня ты говоришь, аллилуйя, аллилуйя за кризис. Это новая возможность. Аллилуйя, капитализм мёртв. Он умирает. Это даёт нам шанс освободиться и получить ту долгожданную свободу, о которой мы мечтали в последние десятилетия. Павел, капитализм мёртв в последнюю очередь. Ты предлагаешь вариант, некий социалистический вариант в последнюю очередь. Смотри, вот я повторяю эту... А, Паша, он ещё ничего не предлагал. Пусть он предложит. Я повторяю... Паша, предложи, что ты предлагаешь делать? Подожди, подожди, подожди. Вот капитализм мёртв. Три самых мощных философско-социальных эксперимента последних времён. Капитализм. Самый, ну, из последних действующих. Раз. Потом коммунизм или социализм в противовес ему зарождался. Фашизм между ними двумя. Вот в такой очереди. Умер фашизм сперва. Умер социализм на наших глазах. Царство ему небесное не буду произносить. Вряд ли с этим у него... И теперь, правда, умирает капитализм. Но вот что меня смущает, что когда умирает капитализм, кто-то, в частности ты, в твоих постах, пытаетесь воскресить социалистические идеи. Геннадий, люди не читали посты. Он тоже мёртвый. Социалист, человек мёртвый. Геннадий, люди не читали посты. Всё мёртво, все идеи мёртвые. Все философии умерли. Пашенька, озвучь свой план выхода с кризиса. Или как пережить кризис? Во-первых, я считаю, что социалистическое... Вообще социализм не был построен, во-первых, нигде. То есть социалистическая идея окончательно не умерла просто по той причине, что она никогда и нигде ещё не реализовывалась. Тем более, что вариантов её реализации существует очень большое количество. И коммунистический, марксистский вариант далеко не единственный. Ей существует своя собственная, аутентичная идеология христианского социализма, которую разделяли очень известные философы, как в России, это русско-религиозные философы, там и Бердяев, и другие. И на Западе, и в Европе, и в Америке, и так далее. Есть отличная идеологическая база для социализма. Есть третий, четвёртый путь, это солидаризм, который в истории, наверное, воплощали всего две организации. Польская солидарность и Народно-трудовой союз иммигрантский, да, российский. Это тоже основанный на христианских духовных ценностях и подходе к взаимоотношениям между людьми способ организации социального устройства общества, основан на солидарности людей. Я покажу вам, как это может выглядеть. Приезжайте ко мне, такое государство есть. Государство бывших беспризорников Республики Пелегрим. Собственность общая, всё поделено, всё уравнено. Паша, я там был. Я там не выживу, понимаешь? Я там не выживу. Я не хочу такой солидарности, понимаешь? Ты сидел недавно на Фейсбуке без носков. Вот твоя солидарность. Пока ты спал, у тебя уперли носки. Он постирал мои носки. А это из жидки, социалистического. Павел описывает Царство Небесное. Лев будет лежать с огнёнком рядом. Олег пишет, В принципе, Иисус так и характеризовал все болезни, как схватки у женщины перед родами. Гена, я хочу сказать, что, допустим, если ты рассмат... Если это, Павел имеет в виду, вот такой, я не знаю, первобытообщитный строй, как у тебя, приблизительно, понимаешь? Там держится всё на твоём авторитарном слове. Ты, когда на программе здесь, ты получаешь пять звонков, которые ты разруливаешь. Я приеду, заприте его в интенсивку. Друзья мои, знаете, чем мне нравится христианство? Чем? И, собственно говоря, почему я являюсь руководителем такого экуменического сайта базницы инфо межконфессионального, нашим разнообразием. Так вот, если мы говорим о какой-то одной модели, то, конечно же, об этом вообще не стоит говорить, потому что христианство очень разнообразно. В Америке существует более 250 христианских коммун, где люди живут на различных уровнях об обществлении имущества. Далеко не везде оно является общим. Существуют коммуны, которые распределены по городу. Люди живут в своих семьях, они имеют собственное имущество, но объединяются в такие, ну, как кибуцы, знаете, тоже социалистический эксперимент кибуцы в Израиле, да? Они объединяются в какие-то кооперативы для осуществления тех или иных своих целей. Я говорю, солидаризм, где, в принципе, общество построено не на обобществлении собственности, но на солидарности людей друг с другом. Так ты описываешь церковь, Павел, ты описываешь здоровую церковь, ты мне говоришь, выход кризиса это здоровая христианская община. Разве не так было, простите меня, не так было в 90-е годы, когда во время кризиса, распада Советского Союза, баптисты, пятидесятники, вообще евангельские христиане, благодаря своей общинности, взаимопомощи, они вообще выживали нормально, потому что мужики работали, если женщина не могла оставить детей, она просила сестер в церкви, они приглядывали за ее детьми, чтобы можно было где-то поработать и так далее, люди выручали друг друга, в те же самые времена Проханова и его знаменитые коммуны, которые... Как раз! Так не называйте это социалистическими ремнями, воспевайте хвалу церкви, говорите, церковь это ответ на все проблемы, Христос ответ, его тело ответ. Я говорю, что христианский социализм, наполненный христианскими ценностями, вот мой ответ. Я читал Булгакова, я читал Булгакова, я за христианский социализм, только сегодня он реализуется в церкви, это не политический проект, это проект духовный, он не может быть построен в государстве. Паша, может быть, ты сейчас в церкви такой находишься, где это не практикуется, ну допустим, обычная, нормальная протестантская церковь, человек умер, его хоронят, верующие хоронят, и вопрос не стоит там, затрат. Свадьба, это делается в церкви, моя жена идет, помогает украшать, тот идет, готовит, то есть, понимаешь, это вот, это как раз не смешивается имущество, но взаимовыручка. Они могут дать свидетельства, они могут быть знамением этому миру, показав ему альтернативную реальность, альтернативный образ жизни, альтернативные взаимоотношения друг с другом, когда люди будут грызть глотки, за работу, за еду, еще за что-то, христиане смогут показать то, что мы можем жить по-другому. Гена уже решил, что когда грядет кризис, он говорит, я со всем пилигримом приеду к тебе, говорит, мне он никуда не грядет, у меня этот кризис есть каждый день, и я давно живу коммуной, и никакого кризиса, что у меня какая нормальная кризис есть, это просто факт, когда мне говорят, готовься к кризису, я сразу вспоминаю свое пионерское детство, я говорю, я всегда готов, у меня образ с мертвым миром, еще в начале видеовидиков, фильмов просмотра, летит дракон в каком-то боевике, и с базукой стоят ребята, ба-бах в него, у него в голове дырка, одна дыра сложила, мозги вылетели, все, вместо головы дыромаха, а он себе продолжает лететь, машет крылышками, вращает простреленной головой, а второй говорит, а как же так, как же он летит, и ему этот герой с базукой дает замечательный ответ, он говорит, знаешь, это очень древний дракон, у него старая нервная система, он еще не понял, что он умер, вот этот мир, в котором мы живем, он уже мертвый, понимаете, он умер, он просто еще не понял, что он мертвый, еще что-то там шевелится, все мертвое, экономика мертвая, политика мертвая, культура мертвая, Евангелие, это жизнь, это новое царство, понимаешь, которое нарастает, вот как камень, упал под ноги, и заполняет собой землю, вот это царство. Павел, ты считаешь, что нужно сейчас христианам готовиться, вот, вот, к солидарному образу жизни, то есть, другими словами, если это подобие церкви, вот, что-то сейчас нужно церкви менять, чтобы приготовиться, потому что пункт, который я хочу главный сказать, что к кризису надо готовиться, он не должен застать нас внезапно, если, допустим, в теологии о том, что будет все хорошо, и придет кризис, то люди будут неподготовлены, если человек не будет, как бы, в вере, как бы, выращен на посвящение, на жизнь для Бога, даже на смерть за Бога, то он в кризисе, у него вылезет наружу его эгоизм, его желание для себя, поджать под себя, одеяло на себя, то не получится никакой солидарности. Ну, не путай меня с богословом школы верки и сердючки, есть богословие верки и сердючки, хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, это не мое богословие, я знаю, что мир мертв, как кризис есть? Через формирование правильного мировоззрения, сегодня, если христианин попадает в какие-то сложные, в ситуацию нравственного выбора, то, простите меня, но я думаю, что большинство будет поступать так же, как мирские люди, они будут пытаться поотопить конкурента, они будут пытаться там заработать больше за счет других людей и так далее, они будут действовать точно так же, как действуют люди в миру, почему? Потому что их мировоззрение не является целостным, их мировоззрение раздроблено на христианскую часть и на ту часть, как люди живут-то вообще говоря, так вот, очень важная вещь, чтобы пасторы задумывались еще о том, чтобы отдавать людям библейскую, христианскую основу для их мировоззрения, христианство это цельное учение, целокупное, вот знаете, у нас говорят про ислам, что ислам, он объединяет в себя и законодательство, и то, и все, и пятое десятое, так вот, христианство, это не политическое учение, но христианство это способ людей жить в мире с Богом и вторая часть, да, любить друг друга, так вот, от этого вот все вместе, когда объединяется, то получается новый социум, новое общество, которое мы, во-первых, формируем, во-вторых, мы должны его сформировать сначала в своих головах, а во-вторых, после этого, предложить уже как свидетельство веры другим людям, которые живут вокруг нас. Хорошо, у меня вопрос, вывод Павла, Павла, учите, учите, вывод Павла, духовный рост, все, вот я за это хочу спросить, Павел, это все, не впихиваешь технологии, методики, инвестиционные климаты, да не я впихиваю, да ну ваши спасители, целый отряд у вас. Павел говорит, что мы должны приготовить человека, я, конечно, полностью с ним согласен, именно моральное качество человека, солидарность, взаимовыручка, то есть мы должны в слова брат и сестра, которые мы сейчас говорим, это же великие, понимаешь, ни одна организация такого не делает, брат, сестра, нет споров, нет пункта, ничем не спорю, но Павел, Павел, ни словом не обманулся, что должны быть какие-либо устройства, продумывание, какой-то план, инструкции ковчега, да, да, хорошо, теперь у тебя есть инструкции, давай, чертежи мне, быстрее, давай, ну побыстрее, выкладывай мне, что ты предлагаешь, известный человек в христианстве, в бизнесе, то есть вот, он и возглавляет такое международное служение, миссия в бизнесе, то есть люди, которые верят в то, что есть специально от Бога миссия заниматься бизнесом, положить, может быть, основы, как это делать, и в свое время быть помощью телу Христову в самые сложные времена, Иосиф и последних дней, они себя так называют. Я считаю, что нам нужна реформация, реформация евангельского послания, месседжа. Глеб, ты хочешь сказать, что кризис приводит к возможности, к реформации? Да, это очень важно, знаете, это первое, всегда нам нужна первое, реформировать и получить видение, что Бог... Глеб, давай поподробнее, что изменить нужно в Евангелии? Есть Бог, человек грешен, есть зло, есть Христос спаситель, человек должен сделать выбор, и будет возрождение. Что ты хочешь изменить? Что нового ты приносишь сегодня, чтобы нас обезопасить от кризиса и реформировать церковь? Что? В Евангелии я ничего не хочу изменить. Я призываю поменять свой взгляд и увидеть, что Евангелие способно не только спасать души человеческие, но Евангелие способно преобразовывать мир. И мы видим, как это произошло во времена реформации Мартина Лютера, когда Евангелие, евангельский подход, он стал ответом на те запросы, которые были в обществе в то время. И то, что это родило, можно сказать, христианские страны. И поэтому у нас выбор, Гена. Придёт кризис, 2017 год, ну, к примеру, плюс-минус. И вопрос, он будет, например, 7 лет. И вот что после 7 лет? Где мы будем жить? В какой стране мы будем жить? Вот это вопрос. Или мы будем жить в стране, где будет править атеизм, светский гуманизм? Или мы будем жить в стране, где будет править евангельские принципы, евангельские цены? Глеб, я так понимаю, что мы все согласны, что кризис есть, я верю, что он всегда есть, и он будет ещё страшней. Дракон с простреленной башкой скоро падёт. И тут появляешься ты вместе с Демидовичем на пару и говоришь, ответ мобилизации бизнесменов и подготовки новых Иосифов? То есть вы такие, вот вы, Брюс Виллисы такие, да? Вот вы появились, кризис идёт, и вот мы с Демидовичем, миссия в бизнесе, сейчас мы тут бизнес-проект организуем, и выйдем из кризиса. Абази, скажи, кто такой был Ной? Брюс Виллис? Ну Ной, ну Ной, нормально. Ну кто был Ной? Ной был человек, который услышал Бога. Ты не можешь себе предположить, что, допустим, вот есть человек, который услышал Бога, и Бог ему сказал, строй экономическую модель. Хорошо. Глеб Ной. Что тебе сказал Бог? Глеб Ной, Ной и Глеб. Глеб Ной, когда нужно обращаться к Писанию, и вот что говорит Иисус? Как было в одни Ноя, так будет и в одни Суни, и в одни Суни на человеческого. То есть как было в одни Ноя, это он говорит о тех временах, когда наступает серьезное потрясение, которое он предсказывал. И Ной не просто, знаешь, говорил, ну вот, мы будем, буду веровать. Понимаешь, он искал, и все, и Господь меня спасет. Хорошо. Глеб, ты Ной, ты Ной, я уже согласился, ты Ной, и он у тебя один из сыновей твоих, и кто там? Надеюсь, не хам. Брат Ной и брат мой. Да, да. И вот вы вдвоем, дайте мне чертеж, ваш чертеж, что вам сказал делать Бог? Вот, дайте чертеж, потому что у меня чертежей много, Ноев развелось, Глеб, много, и каждый со своим чертежом, понимаешь? Я езжу, я слушаю, я встречаюсь с людьми, я вообще не вижу, не встречаю практически людей, которые имели хоть какое-то понимание, вообще, какой кризис? Что? Не может быть. Это 99,9 процентов. Откуда ты берешь Ной в этих... Глеб, я только что новости читал, только что свои рецепты спасения мира предлагали политики вот сегодняшним числом. Политики про спасение мира предлагали экономисты, предлагали религиоведы. Твой рецепт. Моя миссия, она эта маленькая часть в Терре Христовом, связанная с, как бы, ну, с людьми, которые призваны быть в бизнесе, чтобы построить из бизнеса такую, как бы, используя свой бизнес для евангелизации мира. Обидная штука, обидная штука. Так ты такой ковчег для бизнесменов строишь, а я хлеб. А я как же? А ты, а ты, ты тебе, ты и так в бизнесе живешь, тебе не страшно. Все нормально. Ты переживешь и так. Я переживу легко кризис. На самом деле, ну, знаешь, Ген, мы верим в то, что, ну, как бы, о чем мы учим, вот у нас мы собираем на наших конференциях, учим о том, что основная ключ выживания не просто в кризисе, это фокусировать свое внимание на помощи другим. И поэтому мы понимаем, что мы, как Иосифы, мы должны сыграть свою ключевую роль и помочь остальным одиннадцатим коленам, ну, условно, если применять, как бы, существующие церкви, двенадцать колен дома Израиля. Это как колено, как Иосифы, как люди, которые в бизнесе должны призваны что-то сделать. И поэтому я считаю, что если ты призван заниматься детьми, ты должен заниматься детьми. Если Сергей, он, Дмитрий Иванович, он должен заниматься телевидением, он должен заниматься телевидением. Я правильно понял? Когда кризис прижмет, мне к тебе идти. Я правильно сориентировался? Да, да, мы для тебя приготовили. Все, вот это классная нота. Хлеб, очень классно, очень классно. Просто готовься принять Гену, но не забывай, что он придет не сам. Он сам никогда, он даже не в кризис, Я приведу всякой твари по паре тебе. Ух, всякая, это просто... Буквально недавно смотрел один фильм апокалиптический. И ты знаешь, я все время, ну и смотрел, может быть, несколько таких фильмов, и все время меня возмущает одна мысль. Когда, знаешь, происходит уже крах на земле, все вокруг, ну разруха сплошная, и по земле в основном ходят только банды, которые грабят, у них есть видение на кризис собраться, чтобы грабить, убивать, и они ездят на таких, знаешь, хорошие люди ходят поодиночке. Да не, ну где ты такой фильм видел? Обязательно этот хороший одиночка все эти банды там останавливает и мир спасает. Так вот, это не Ной, это Христос. Когда явится кризис, тот самый, о котором говорит Писание последнее, никакие маленькие Нойи не спасут ситуацию. Понимаете, написано хана всему, полный капец вообще. И тут приходит спаситель мира. Понимаете? Гена. Ты утверждаешь, ты утверждаешь, что этот кризис это последний кризис, когда явится Христос. Ты утверждаешь это? Ну если он будет не последний, значит он будет не очень серьезный. Христос. 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 Продолжение следует...